Всем привет, ребята! Меня зовут Ирина Ясинская и на предыдущем видео вы собрали очень много лайков, потому что вам понравилось как из ДНК сирена голового мы сделали гомункула сирена голового. Это была очень крутая идея и я увидела, что она вам понравилась, поэтому я специально для вас, ребята, заказала на сайте Darknet еще одну ДНК кровь, кровь, которая носит в себе ДНК, как вы думаете, кого? Конечно, вы уже догадались, потому что это написано в названии, это кровь, это кровь, которая содержит ДНК скромника, ребята, скромник это подобие человека, у которого вот так вот сильно открыт рот, как будто он испугался или что-то, я не знаю, у него просто осталось такое выражение лица. И, ребята, я заказала ДНК и при помощи нашего набора для создания гомункула мы попробуем сделать ребеночка, дитя или зародыша, скромника, я не знаю, что у нас получится, ребята, перед началом. Не забудьте поставить лайки, больше лайков чаще видео, а так мои видео выходят каждую среду, пятницу, субботу и воскресенье, то есть, ребята, 4 раза в неделю. Еще раз запомните, среда, пятница, суббота и воскресенье, ребята, я вас жду на канале Ирина Ясинская в 10 часов утра, ребята. Если вам нравится видео, когда я из ДНК какого-то, либо монстра, которое я заказываю на сайте Darknet, делаю гомункул, то прямо сейчас ставьте лайки. И давайте наберем, ребята, 2000 лайков, 2000 лайков, и я сделаю, закажу, вернее, ДНК, ну, скажем, например, Cartoon Cat, как вам идея, например, или еще там, я не знаю, там, светофора голова. В общем, пишите, какого зародыша вы хотите сделать, гомункула, то есть, это будет смесь птенца, курицы, то есть, с ДНК какого-то монстра. Может получиться абсолютно любой какой-то, прям, вообще, я просто даже не знаю, полет фантазии. Что может получиться нужно, чтобы три или как минимум три дня прошло, то есть, мы сейчас все узнаем, я вам все расскажу, потому что здесь в этом наборе есть подробная инструкция. Самое главное, что у нас в руках ценный артефакт, это ДНК скромника, ребята, так что давайте ставим лайки, 2000 лайков, и я делаю нового гомункула, скажем, Cartoon Cat. Короче, ребята, ставьте лайки, подписывайтесь, делайте красную кнопку серой, короче, все делайте правильно, пишите в комментариях, все, давайте, давайте уже начинать делать. Итак, ребят, перед началом, конечно, необходимо всегда одеть перчаточки, они у меня были в наборе, потому что мы работаем с кровью, от крови можно заразиться всяким там, ну, спидом, болезнями там, ВИЧем, там, всякой через кровь. Я точно не знаю, я, конечно, не медик, вот, но я знаю, что до чужой крови лучше чистыми, вернее, незащищенными руками, без перчаток, не дотрагиваться и ни в коем случае не брать. Блин, что-то видите, а, она мне вывернулась, сейчас, ребята, перчатка вывернулась. Вот так вот, сейчас мы ее оденем. Вот так, все перчатки одеты, отлично. Теперь можно приступать к созданию гомункулы, ребята, гомункул, блин, гомункул скромник, просто вообще обалдеть. Так, обязательно ознакомьтесь с инструкцией, здесь я уже неоднократно ее читала, если вы недавно на моем канале, я для вас быстренько сейчас пробегусь. Это инструкция по созданию гомункула, нам необходимы, значит, шприцы, вот они здесь в наборе, значит, их нужно будет открыть, набрать в шприц ДНК, вещество вот это вот, взять в руки яйцо, яйцо, которое тоже заказывается на сайте Даркнет, это специальное яйцо для создания гомункула. Кстати, ребята, есть еще страусиные яйца, они примерно вот такого размера, ну, то есть, как лист А4, вот такое вот огромное яйцо. Я ни разу не пробовала, если в такое яйцо закачать ДНК какого-нибудь монстра, возможно, он получится, ну, гораздо больше, потому что обычно, когда мы делаем гомункул, он такой милипизерный, что его даже подлупать, ну, сложно разглядеть. Но, в принципе, общие черты понятно, что это там, мы делали сиреноголового, кстати, если вы не видели это видео, мы делали сиреноголового из ДНК, крови сиреноголового, делали гомункулу вот этого. Кстати, видео я оставлю ссылку в описании, сейчас видите это название, посмотрите, если не видели, вообще очень крутой гомункул у нас получился. Так, мы взяли в руки яйцо, значит, выпустили воздух со шприца, сделали отверстие в яйце, залили, значит, содержимое в это яйцо, вот это самое ДНК, и, значит, закрыть отверстие пластырем. Вот у нас тут, так, у меня тут еще и перчатки, вот у нас тут пластырь есть, ребята. И хранить яйцо в надежном месте под лампой или под каким-то нагревательным таким предметом в подушках, я обычно заворачиваю в теплое одеяльце, ставлю под лампу и оставляю на три дня. Ну, некоторые оставляют на пять дней и более, но, вы знаете, я опасаюсь того, что, ну, действительно, там, откроешь яйцо, он или, как, знаете, если передержать там, допустим, то он умрет, если не додержать, тоже он умрет. А вот эту золотую середину до сих пор никто не может, как говорится, поймать, поэтому мы сегодня с вами подождем три дня, посмотрим, что получится, если вообще получится, потому что иногда кровь приходит, знаете, как, ну, протухшая, пропавшая, и непонятно, как ее определить, потому что никаких отметок от дати изготовления, так скажем, этой крови на пробирке на этой не существует. Ну, кровь, как я вижу, она густая и, знаете, такого бордового оттенка, такого темного, то есть это реально как выглядит, как венозная кровь. Так, в общем, возьмем одно яичко, здесь, видите, сразу, когда покупаешь на сайте Дахнет, 4, здесь даже на коробке вот тоже нарисовано, как правильно вставлять, как будет гомункул развиваться и что в итоге получится. Но еще никто не, скорее всего, не делал гомункула из скромника. Короче, ребята, это просто жесть сейчас будет. Так, в общем, ладно, давайте распаковывать шприц. И не забывайте обязательно писать в комментариях, то, какого, какого еще гомункула вы хотите сделать. Так, теперь мы сделаем небольшое отверстие в яйце. Я вообще думаю, наверное, может быть, вот здесь вот сделать. Так, вон. Ах! Черт, слушай, я его маленько треснула, как думаешь, ничего страшного? Или новое взять? Блин, ребят, смотрите. Да нет, это ерунда. Ты думаешь? Короче, ладно. Теперь нам нужно немного из этого... Нет, надо еще чуть-чуть побольше отверстия сделать, сейчас. Блин, оно не делается, почему оно так? Нет, давай другую тогда. Слушай, да нет, нормально. Пойдет заклеится, я думаю, пойдет. Во-во-во-во-во-во, сейчас я немного откачаю. Так, немножко откачала. Так, сейчас я выкину вот эту тарелку. Так, ребята, главное, чтобы это все не разлилось, то, что там осталось. Теперь нам необходимо набрать ДНК скромника в шприц. Я это делаю без иголки, потому что очень-очень густая кровь. Так, 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 вот видите, по капельке набирается, набирается, набирается. Я не знаю, сколько примерно надо, но я думаю, что вот этого будет вполне достаточно. Ну, сейчас побольше, чуть-чуть еще. Так, ребята, ну вот там, я думаю, достаточно этого. Кстати говоря, эта кровь очень дорогая на сайте Даркнет, она стоит 300 баксов, ребят. 300 баксов кровь скромника. То есть, вот тут вот сколько грамм? Наверное, грамм 100, наверное, да? Или 50? Или даже меньше? 400 миллиграмм. 40 миллиграмм. 40 миллиграмм. Очень мало, то есть, и это стоит бешеных денег. Так что, если для большого яйца заказывать, нужно заказывать больше ДНК, потому что яйцо огромное, чтобы что-то получилось. И это стоит очень дорого. Если вы хотите, ребята, то ставьте много лайков. Я не знаю, давайте, если мы соберем 5000 лайков на этом видео, 5000, мы сразу заказываем страусиное яйцо на сайте Даркнет, ДНК любого монстра, которого вы захотите, и попробуем сделать гомункул из огромного вот этого яйца. Так, теперь одеваем иголочку, да? А может быть, прям без иголочки можно туда будет везти? Ну, ладно, давай. Нам нужно потому что проникнуть прям в серединочку. Сейчас выпустим воздух. Так, я думаю, отлично, отлично. Отлично. Так, и мы закачиваем это вот сюда вот в отверстие. Пойдет. Вот видите, капаются иголочки. Прям туда в яйцо капаем. Да-да-да-да-да-да-да-да. Потихонечку мы не торопимся. Видите, как капельки ДНК. Они уже там должно быть, зарождается какая-то жизнь, потому что вот сейчас солнце светит. Я прям вижу, как там прозрачно. Не знаю, сколько нужно. Так, ребята, это будет достаточно долго. Сейчас я вот так вот попробую, прям до конца веду. Так, стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. Не проливать. Все. Я влила туда очень много раньше. У меня так много не получалось влить. Ребята, теперь самое главное нам это залепить. Залепить это отверстие пластырем. Где у нас пластырь? Так, вот сейчас берем пластырь и мы это отверстие залепим, чтобы у нас там все было, типа, короче, нетронутое яичко. Ничего с ним не должно происходить. И мы вот так аккуратненько вот так вот его залепим. Вот это отверстие. Все. Так, пластырь прилепили. Ребята, я реально нервничаю всегда, каждый раз, когда я делаю гомункула. Если вы тоже, то напишите об этом в комментарии, ребята. Или поставьте просто плюсик. Так я буду знать, что вы реально тоже ждете, что может получиться. У нас есть крови ДНК. А сейчас я отправлю ровно на три дня. Я думаю, этого будет достаточно. Ну, или на четыре. Сейчас мы решим, посмотрим, как оно будет развиваться. Я его сейчас поставлю в тепло, под лампочку. А мы с вами увидимся уже в будущем ровно через три или четыре дня. Воу, ребята, прошло ровно четыре дня. Я решила на один день подольше подождать, когда наш зародыш скромника будет готов. И мне кажется, что я слышу внутри какие-то звуки, типа скрипы, типа какие-то, я не знаю, там, голоса. Возможно, мне кажется, ребята, я не уверена. Но настало время открывать это яйцо и узнать, что же внутри у нас с вами выросло. Ребята, и, пожалуйста, поставьте лайк перед тем, как вы увидите то, что получилось. Я реально тоже волнуюсь, поэтому... Так, ладно, не будем оттягивать. Давайте уже открывать. Так, чем же мне стукнуть, чтобы разбить? Вот у меня что-то типа такое. Сейчас я... Давайте, ребята, вот здесь вот... Смотрите. А-а-а... Я уже вижу там что-то черное почему-то всегда как будто... Так, ребята, очень аккуратно. Аккуратно. Очень аккуратно смотрим. Что-то вот это вот почернело. Там, смотрите, внутри этот желток остался. А вот там вот что-то почернело. Не знаю, черт, может быть, ничего не получилось. Желток как желток. Ну-ка. Что там? Ничего нету? Не может такого быть. Погодите. Я что-то нащупала, ребята. Что-то нащупала. Давайте вылим это. Ничего нету? А-а-а, черт! Что-то выпало. Черт, смотрите. Там он с той стороны прилип. Он с той стороны прилип. Вот он. Что-то получилось. Я не пойму, живое нет. Живое нет. А-а-а-а! Черт, он чуть-чуть двигается. Чуть-чуть двигается, я не пойму. Что это? Это как будто, знаешь, как зародыш у лягушки. Как это называется? Эмбрион. Эмбрион, да. Головастик. Головастик. На стол его. Погоди. Надо убедиться, а то вдруг он тяпнет, блин, за палец и заразит какой-нибудь фигней. Надо убедиться. Я пока не пойму, что это такое. Я не пойму, это вообще похоже как-то на скромника или нет. Может, это надо как-то это отмыть или что? Ладно. Ребята, на свой страх и риск за ваши лайки я беру в руки это существо. Черт, я вижу. Это похоже на его рот. Смотри, это голова скромника. Это реально похоже. Блин, сейчас бы водички. Это похоже на голову скромника. Это его огромный рот. Слушай, он начал формироваться. У него только руки и ноги еще не выросли. Только голова. Офигеть, блин. Слушай, нам надо с тобой его сполоснуть. Посмотреть. Он в этом, в жиже зародыша. Принеси водички, сходи. Я пока так попробую очистить. Вот встал там в аллей. Прям чуть-чуть надо. Ребята, реально. Реально просто офигеть. Ай, черт. Блин. Блин, мне показалось, что он... Короче, сейчас мы отмоем. Мы посмотрим. Он весь, понимаете, вот эта вот черная фигня. Это как мазут какой-то, в котором поднимаются. Так, давай сюда. Сейчас мы его в воду погрузим. Так. Потому что скромник должен быть белый. А он из-за того, что вот в этом во всем... Ребят, смотрите, я его отмываю. Ребята, это жесть. Это голова скромника. Он, ребята, мягкий. Я не могу передать. Смотрите. Офигеть. Я не могу передать. Он просто мягкий. Он выскальзывает у меня прямо из рук. Я не могу его держать. Он как склизкий такой весь, ребята. Это скромник, смотрите. Белая голова скромника. Просто очуметь, ребята. Очуметь. Какая получилась гомункулская фигня, ребята. Это просто то, что могло вырасти за 4 дня. Просто очуметь, ребята. Он нереально стрёмный. Ребята, если вы тоже так считаете, то поставьте лайк. Офигеть, какой у него огромный, гигантский просто рот. Короче, отправляю его обратно. И мне понятно, что он реально сдох. Давай его вот сюда вот положим. Вот он вырос. Прямо размер с яйца. Скромник. Просто очуметь, ребята. Видимо, 4 дней тоже мало. Для того, чтобы я думала, что он хотя бы пару секунд поживёт. Но он просто буквально на глазах погиб. Потому что, ну, если эмбрион ещё не готов для того, чтобы вылупиться, он задыхается. А возможно, просто это несовместимо. Куриное яйцо и ДНК скромника, они несовместимы. Могут развиваться и жить только в яйце. И когда их оттуда достают, он практически сразу, несколько секунд погибает. Как считаете вы, ребята, собирайте 2000 лайков в новое видео? Пишите, какого гумункула создать нам? Ещё какой ДНК загасать на сайте Даркнет. Ребята, с вами была я, Ирина Ясинская. И до новых встреч в новых мистических видео. Пока.